Я хотел провести какое-то упражнение. Меня хорошо слышно, да? Да, я слышу тебя хорошо. Хорошо слышно. Я предлагаю сделать то самое упражнение, о котором я говорил, которое я с собой делал для текущих времен. И я, наверное, отключу видео на это время, чтобы все могли сосредоточиться именно на том, что я буду говорить. Потом я вернусь. Итак, я предлагаю всем сейчас, тем, кто нас будет слушать, тем, кто нас будет слушать в записи, подготовить себе пространство. Если есть возможность, ложитесь ровно, может быть, на пол, если вам тепло. Откиньтесь в кресле, так, чтобы вы могли слушать. Если кто-то рядом с вами есть, попросите их, чтобы они вышли, чтобы вас в ближайшие минут 15 никто не беспокоил. Отключите все уведомления звуковые и вибрацию, чтобы вы могли полностью погрузиться в этот процесс. Если вы сидите, пусть ступни стоят на полу, спина опирается на спинку стула или кресла. Если вы ложитесь, то вы ложитесь так, чтобы вы опирались спиной на поверхность, не на живот. Итак, если вы в записи, то вы можете поставить на паузу, чтобы приготовиться. Ну, а мы уже пойдем дальше. Я предполагаю, что все удобно устроились. Выключаю камеру. Выключаю камеру. Итак, я предлагаю... Я тоже, Сереж, камеру выключу, да? Тоже, да. Ты тоже можешь выключить камеру, да. Итак, я предлагаю удобно устроиться. Немножко поерзать, покрутиться. Сделать хороший глубокий вдох, спокойный, потом выдох. И еще один вдох, еще более спокойный, еще один спокойный выдох. У нас сейчас не будет глубоких погружений, но мы сделаем важную работу по признанию всего того, что у вас есть, чтобы вы прекратили тратить энергию. И теперь я предлагаю закрыть глаза. Закрыть глаза. Мысленно пройтись по телу. Мысленно пройтись по телу. Обратить внимание на то, как по мере того, как вы движетесь, с вниманием по телу. Но потихонечку начинает чуть-чуть расслабляться, успокаиваться. С каждым выдохом чуть больше, чуть-чуть глубже. Но я не хочу, чтобы вы расслабились целиком и полностью, успокоились. Нам сейчас это не нужно. У нас задача более простая. Так, чтобы тело приняло удобное положение, чтобы вы достаточно расслабились, не слишком сильно. Чтобы внимание было внутри. И теперь я хочу, чтобы вы подумали, вспомнили вот что. У каждого из нас, у каждой из нас есть определенная история. Мы, можно сказать, продукты своих семей. Мы выросли в семьях. Мы ходили в детский садик, большей частью в школу. И когда мы были моложе, чем сейчас, обязательно были какие-то запреты или неодобрения на переживания. Я хочу, чтобы вы сейчас подумали, вспомнили, что было нельзя или не одобрялось в вашем детстве, когда вы были маленькими, может быть, совсем юными. Ну, например, в моей семье одно из правил было таковым, что нельзя злиться, особенно на взрослых. Ты должен быть добрым или спокойным. А злость была под запретом. Если ты злился, ты был нехорошим мальчиком. А потом, когда я учился в школе, я помню, что в начальных классах все дети смеялись друг над другом, когда кто-то проявлял слабость. Если кто-то плакал, нельзя было плакать. И даже девочкам, да и мальчикам тоже. Ну, как-то это не поощрялось. Что ты как маленький? Ха-ха-ха, посмотрите, она опять плачет. То есть нельзя было проявлять печаль, нельзя было плакать, нельзя было огорчаться. Ну, нельзя в кавычках, конечно. Я хочу, чтобы вы подумали, вспомнили вот эти эпизоды, что было нельзя, что не одобрялось. У вас могут быть свои примеры. В некоторых семьях нельзя громко смеяться. В некоторых семьях нельзя нельзя проявлять дружелюбие. Некоторых семьях нельзя доверять. И так далее, и так далее, и так далее. Где-то от ребенка требуют, чтобы он всегда все знал или всегда был ко всему готов. Чтобы всегда было разумным. Ну, как будто он уже взрослый, причем достигший просветления. И вот после того, как вы вспомнили все это, теперь я хочу, чтобы вы немножко отложили в сторону эти воспоминания. Ну, как будто бы в краешке внимания держали вот эти чувства, которые не отобрялись, или были под запретом. И сейчас, когда вы слушаете меня, я предложу теперь подумать о текущей ситуации. Ситуация в мире, ситуация в стране, в вашем конкретном личном мире. Люди, которые вас окружают, то, что вы делаете, делаете информацию, которую вы потребляете. И, конечно, у вас есть определенные представления о будущем, разные варианты. В ответ на это есть чувство телесной реакции. Я хочу, чтобы вы сейчас прямо прислушались, причувствовались к себе. И начали с того, что на поверхности, если вы опознаете какое-то чувство, вы прямо признаете его внутри себя примерно по такой формуле. я признаю ту часть меня, которая производит или делает, или создает вот это переживание, это чувство. и я даю этому место и время и в моей душе, и в моей жизни. И сейчас, прямо заглядывая, чувствуясь, слушая себя, очень медленно, спокойно начинаете открывать и для начала просто признавать то, что есть. Я могу сказать о чем-то своем, о вас будет свое. Например, я признаю, что боюсь этой неопределенности и даю место той части меня, которая боится место и время. Еще я признаю, что у меня есть другая часть, которая злится, которая злится, создает злость, которая готова нападать на тех, кто не согласен со мной, желает им чего-то нехорошего, плохого, желает им вреда. еще есть часть, которая беспокоится о будущем, которая судорожно пытается искать разные варианты, читать разную-разную информацию, всякие каналы, в разных соцсетях, разные сайты, пытаться поверить в что-то одно или в другое, которое прикидывает, что я буду делать вот так или вот так, но она не знает до конца, как будет, беспокоится и требует действий. И вот, продолжая в том же духе, посвятите еще некоторое время вот этому взгляду внутрь и признанию. И чем глубже заглядываешь, тем больше вероятность, что появится что-то из того, что очень не хочется признавать или то, что кажется, что это не про меня. И вот как раз там кроется больше всего потерь энергии. Сейчас, когда вы думаете об этом, слушаетесь, всматриваете себя, может быть, вам вспомнится какое-то недавнее происшествие, где кто-то что-то говорил или даже делал, и у вас была острая реакция на это. если вы думаете, что это точно не про меня, загляните очень пристально внутрь. Скорее всего, у вас есть что-то похожее, и у вас тратится огромное количество сил на то, чтобы держать это очень далеко от своего осознания. Просто загляните. Это не значит, что признав какую-то часть, вы тут же броситесь всех, например, если признаете свою агрессию, вы тут же броситесь всех кромсать, сжечь, бить, убивать. Нет. По крайней мере, у вас будет меньше напряжения внутри и снаружи тоже. Заглядываете, признаете, что да, есть во мне что-то, какая-то моя часть, моя грань, которая делает, создает, приводит в мою жизнь вот это переживание, любую эмоцию, страсть, лох, злость, растерянность, вино, грусть, обиду, злорадство, дикую ненависть, оцепенение, в конце концов. Это может быть даже не просто эмоция, а даже физическое состояние, когда вы чувствуете иногда импульс в теле, сорваться и побежать, или треснуть кого-то в пиццу, в глотку, загрызть кого-то, сжаться, стать маленьким, незаметным, куда-то заползти в угол, чтобы никто не видел, никто не смог найти никогда. Что бы там ни было, вы заглядываете, признаете, даете этому место и возвращаете к себе всю ту потерянную энергию, которая утрачена на то, чтобы держать это под контролем. Держать все равно не получается, а на эту попытку тратится много сил. и возьмите на эту работу столько времени, сколько надо. Может быть, вы поставите здесь запись на паузу и продолжите ее, эту работу, пока будет пауза, а потом, когда она закончится, включите запись дальше. Может быть, вы будете делать это несколько раз, так, чтобы опознать все-все-все. Ну, предположим, вы провели вот это путешествие внутри себя, вот этот поиск, опознание, признание достаточно тщательно. И ваше состояние хотя бы чуть-чуть, но изменилось. Значит, пора не спеша возвращать внимание обратно. Спокойно, спокойно, вот с этим багажом открытий, с этим новым представлением о себе, да-да, в вас может вмещаться очень много чего, но отказывая чему-то в присутствии, в сознании, вы точно теряете много сил. Они могут вам пригодиться. И теперь пусть ваше дыхание станет чуть более похожим на обычное. Потом сделайте вдох поглубже, выдох поэнергичнее, пошевелитесь, потянитесь, открывайте глаза не спеша. Если вы лежали, можете вставать. Если вы сидели, можете занимать какое-то более собранное положение тела. Это маленькое упражнение. Маленькое упражнение. Вы можете пользоваться им еще раз и еще раз столько, сколько надо. Хотя бы для того, чтобы помогать себе избавляться от утери энергии. На этом данное упражнение закончено. Я включаю камеру. Включаю камеру. И Ольга тоже на камеру. Вот. Такое маленькое простое упражнение, но очень полезное. Слушай, очень здорово. Ты знаешь, эффективно, конечно, и так приятно на самом деле. Вот даже не хочется выходить из этого состояния. Я бы еще побыла там, наверное. И здорово, что у нас останется запись. И действительно это такой подарок. И к этой записи можно возвращаться столько, сколько нужно именно в тот момент, когда это крайне необходимо. Потому что такие раскопки, они очень приятны на самом деле. Такая, как луковица от швухи. Ты распаковываешь удивительное на самом деле ощущение иногда даже от каких-то воспоминаний. Да, это очень здорово. На самом деле интересное ощущение вообще внутри. И спасибо тебе, конечно, Сереж, за это упражнение. Это очень здорово. Оно реально работает. Не знаю, мне кажется, даже внешне видно. По мне. Да, это полезное упражнение. Очень простое. Не требует каких-то особых вещей, но полезно. На научном занятии, конечно, нашей встрече, на фестивале мы будем делать кое-что другое, а вот это доступно очень многим. Так что, пожалуйста, пользуйтесь. Да. на фестивале по вопросам